Бардак нужно убрать. Сегодня в администрации города пытались выяснить, по какой причине улицы и дворы утопают в грязи. Причастными к этому могут быть представители коммунальных служб, те, кто после раскопок за собой предпочитают не убирать. Когда чище станет, расскажет Анастасия Шерстнева. Что ни шаг, то риск застрять в грязи. Приходу оттепили жители на Преображенской 113 не рады. Говорят, снег ушел, бардак пришел. Такая картина на руку разве что местной детворе и животным. Пройти к подъезду невозможно абсолютно. Грязь не тащили они, а за собой ничего не убрали. Так мужчина отзывается о сотрудниках Кировской теплоснабжающей компании. Еще зимой они устраняли дефекты на этом участке. Но прибирать за собой территорию так и не стали, возмущается Наталья Ильичева. Это безобразие каждый год. Каждый год копают. Мы заехали в 1984 году и все копают. Нам благополучно сказали, что территория и уборка, и приведение – это дело рук самих жильцов. Но как нам это дело делать, если у нас это все время копают? Вот так с непосредственных рукопожатий сегодня в 7 часов утра началось оперативное совещание в мэрии. А уже через минуту беседа приобрела серьезный тон. Многие сетевые компании зимой нахулиганили, заявил глава администрации Александр Перескоков. Например, проводили коммуникации или устраняли аварии. А работу по благоустройству так и не провели. Или провели, цитата, безобразно. По придомовым территориям порядка 80 раскопок благоустройства не выполнено, в том числе некоторые с 2014 года. Замечания есть ко всем инструкциоснабжающим организациям. Например, по Казанской 9 уже вторую неделю стоит провал колодца ККС и никто ничего не делает. Рядом с местами некоторых раскопок настолько грязно, что пройти пешеходу и остаться чистым очень сложно. Поэтому чиновники предложили представителям ресурсоснабжающих организаций самим надеть туфли и пройти рядом с местами, где ведутся работы. А потом посмотреть, во что превратится их обувь. Такое предложение коммунальщики восприняли без оптимизма. И попытались оправдаться тем, что это процесс естественный. Все растаяло, поэтому и проявились проблемы. Не везде можно проводить качественные обувистройства. Еще везде сырость и вода. Вы занимаетесь этим вопросом? Адресов с грязной территории оказалось немало. Поэтому Перескоков поручил составить полный перечень всех раскопок по городу. И направить список в сетевые компании. А те, в свою очередь, должны устранить все замечания. Задача одна. Прибрать город праздником майским. До 1 мая мы должны с вами все восстановить. Привести в порядок. Независимо это дворовая территория или это уличная сеть. Или это тротуар, или это проедущая часть. Или это газон. Теперь дважды в неделю представители сетевых компаний будут докладывать, какие работы по благоустройству они успели провести. В следующий раз специалисты встретятся в пятницу 14 апреля. И уже тогда, надеются чиновники, должна появиться положительная динамика. Анастасия Шерстнёва, Николай Шахарбиев, Бюро новостей Давича.